Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте истории. Мы открыты для диалога. Я скажу больше. В прошлый раз, по-моему, звонков не было, насколько я помню. И это сразу ощущается. Когда нет звонков, появляется ощущение того, что мы с вами вдвоем, только в студии. И нам двоим это интересно и нужно. И как будто возникают попытки угадать, может быть, или адресоваться к какому-то прошлому опыту. В общем, это такое в определенном смысле ерзание на стуле. Попытка, как я в прошлый раз сказал, подогреть, поддержать рабочую ситуацию. Но такое очевидное понимание у меня есть. Я с этим тоже к вам обращаюсь, уважаемые телезрители. Звонитесь. Без вас эта передача не живет, не существует. Может быть, один эфир мы как-то выдерживаем, думаем, ну, отлично. В следующий раз мы надеемся, что к нам позвонят. Но я думаю, что это смерти подобно. — Раскрою немножко секреты нашей кухни. У меня после прошлой передачи была небольшая тревога, которую я поделилась с вами, что как-то так, нам не позвонили, потому что до этого достаточно длительная серия передач была, когда мы отвечали на вопрос телезрителей. Но у вас этой тревоги не было, Алексей. Вы, наоборот, сказали, что все идет своим чередом. — Угу. Ну, я попробую продолжать эксплуатировать метафору группы или сообщества, или множество людей сейчас. Множество людей. Специалисты по-разному сейчас и не специалисты обозначают собрание людей. Один плюс один плюс один — это больше, чем три или четыре, да, это некоторая такая общность, в которой вот какие-то процессы начинают развиваться. Не буду сейчас уходить вглубь. И, по моим ощущениям, если передача в какой-то степени такой собеседник, ну, в жизни, может быть, кого-то из наших зрителей, да, то иногда собеседнику что-то говорят, и тогда зритель звонит и что-то спрашивает, может быть, делится мнением. Но когда-то собеседника слушают, да, то есть сидят и слушают, и смотрят, а что же собеседник скажет, что он хочет, какие у него намерения и так далее. То есть в этом смысле отсутствие звонков или отсутствие наших каких-то, может быть, продуктивных идей, ну, вот так, в воду в ступе, да, вот. Вот это все, ну, для меня формат диалога такого живого, не рафинированного, не вытяжку такую, да, вот, о чем мы сегодня поговорим, так, чтобы это вот прям было насыщенно. Поэтому, поэтому звоните, давайте попробуем обсудить какие-то важные вещи для вас, для нас, вот, наверное, так. Да. Хотела вас спросить, Алексей, пока мы ждем звонков от наших телезрителей, в консультировании, в длительной какой-то работе с пациентами, так тоже бывает, когда кажется толчом в воду в ступе, и как будто бы ничего не происходит? Ну, наверное... Или это всегда, каждая консультация, продуктивная, с инсайтами, с какими-то открытиями о себе, об отношениях? Я каждый раз вспоминаю в похожих моментах, каждый раз вспоминаю детскую свою историю, когда мы были мальчишками и начали ходить в тренажерный зал, они тогда только открывались. Ну, спортсмены занимались со всякими, как сейчас принято называть, железками. У нас был один мальчик, поведение которого для нас было достаточно странным. Он позанимался чем-нибудь, ну, там, гантели какие-то, убегал в раздевалку и возвращался оттуда. Потом снова позанимался и убегал. Вот, и мы в какой-то момент пошли за ним и увидели, что в раздевалке было единственное зеркало. Ну, более-менее в большой... Он подходил и смотрел, насколько выросли его мышцы. Ну, сейчас не надо никуда убегать, во всех залах есть зеркала. Я думаю, что если каждый раз на консультации смотреть в зеркало, насколько выросли мышцы, то, ну, может быть, чего-то будет незаметно. Это может быть заметно в процессе. Это один момент и второй момент. Ну, само по себе, сама по себе пустота содержательная. Вот я вам начал говорить о том, что я обычно этим, на это не ссылаюсь, ну, на то, что происходит, например, в психотерапевтических группах, в тех, которые я веду. В том числе и потому не ссылаюсь, что, ну, у нас есть договоренность с участниками, что мы не выносим за пределы группы то, что происходит на группе. Ну, это одно из правил жизни группы, да, сохраняющая безопасность. Но вот я могу сказать, что, например, последние группы, здесь я ничего не выношу, просто отражение процесса, да, начинаются вот с каких-то таких пустых моментов. Ну, что-то с болтовни, можно назвать это так. То есть о чем-то происходит болтовня. Но на удивление потом из этой кажущейся болтовни или наоборот массы каких-то, этот рассказывает об одном человек, этот о другом, этот о семейных отношениях, этот о смерти чьей-то, да, этот об одиночестве. И кажется, как все это связано. Но потом оказывается, что это, в общем, каким-то образом связано. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир в студии врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов готов ответить на ваши вопросы. Звоните. Или, может быть, готов задать вам вопросы? Ну, всегда уже из опыта прошлых передач у нас развивается диалог по определенному сценарию. Человек задает вопросы, и вы задаете какие-то уточняющие вопросы, проясняющие, возможно. Ну, вот пока люди, может быть, собираются с духом, я вот о чем сегодня раздумываю. Это действительно оказывается важным. Я раздумываю о таком процессе, где люди, рассказывая о себе, очень часто ослепляют один опыт и другой. Я сейчас поясню. То есть человек рассказывает какую-то свою историю. Ну, например, вчера у меня был разговор с ребенком, или с супругой, или с супругом, с родителем, с боссом, с подчиненным. Ну, неважно. Какая-то история, какой-то случай. Он был проблемным. И, конечно, в этом разговоре, в этом случае есть какие-то закономерности и какие-то, ну, может быть, особенности коммуникации, которые складывались с этим человеком на протяжении длительного времени. И за дня в день. И, может быть, люди эту сторону ищут. Например, начинают говорить. Вчера был такой разговор, он похож на разговор месяц назад, он похож на разговор год назад. И вообще это все, ну, последовательно, ну, как бы, часть одного большого разговора. Вот что происходит в терапии для меня в отдельных случаях, да? Говорить об общих моментах, есть содержательность в этом, но нельзя упускать особенности вчерашнего разговора. То есть вот я как-то это обдумываю. Это определенная, ну, определенная работа. Может быть, пример приведете какой-то, потому что, возможно, путаница или картинка не складывается? Ну, я сейчас, может быть, тогда буду сочинять этот пример из осколков чужих. Ну, вот я вчера с кем-то поговорил, да? Вот вчера у меня была группа или сегодня у меня была группа, да? Для меня это мои коммуникации с пациентами, да? Я могу эти группы рассматривать как общий процесс, то есть слепить сегодняшнюю группу, вчерашнюю, пятничную и так далее. И попробовать смотреть, в чем... Ну, вот, например, эта самая пустота, да? Или передачи. Вчера, в прошлый раз не было звонков, сегодня не было звонков. Нету пока звонков, да? Я так забежал немножко. И, в общем, мозг как будто пытается это все собрать в один последовательный опыт. Ну, то есть, что в прошлый вторник и сегодняшний по одним и тем же причинам нет звонков. Так можно думать. Но не стоит упускать из видов, что это могут быть абсолютно разные причины. И это позволяет вот это выяснение похожести и различий, я бы так сказал. То есть, не только поиск закономерности, но и поиск того, что отличает сегодняшнюю ситуацию. Это позволяет разобраться хотя бы в одной ситуации и выяснить свои собственные, например, мотивы в одной ситуации. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, звоните. Пока ждем, я воспользуюсь возможностью задать вопрос врачу-психотерапевту. Вы говорили о коммуникации, там и на рабочем месте. Я вспомнила, что у меня сегодня тоже был достаточно конфликтный разговор с одной из сотрудниц. У нас хорошее отношение, но разговор был конфликтный. Вопрос мой в следующем заключается. Как при накале сильных эмоций не заразиться эмоциями другого человека? Как устоять? И если понимаешь, что другой человек тебе, как кажется, не слышит того посыла, который ты пытаешься ему донести, он эмоционально захлестнут. И ты начинаешь постепенно к нему присоединяться. Вот такое же желание возникает повысить голос, а тебе нужно донести определенную продуктивную мысль до человека. Как не заразиться чужими эмоциями в конфликт, в каком-то взаимодействии. А вы можете хотя бы пару слов о своем конфликте сказать? Ну раз мы заговорили о конкретике, ну может быть что-то, что можно открыть. Хорошо. Внутри нашего коллектива были определенные обстоятельства, и коллектив оказался захлестнут паническими такими настроениями, катастрофическими фантазиями, если брать язык психологии. Ну, коллектив в психологическом плане дрогнул. Устойчивость какая-то была нарушена. И, на мой взгляд, тот человек, который обладает внутренней силой, эмоциями, за которым люди готовы пойти и на баррикады, и готовы пойти на какие-то созидательные вещи, там, начиная создавать, на мой взгляд, он мог прекратить, нивелировать, как-то погасить вот эти настроения. Но не сделал этого, а, наоборот, вложился в то, чтобы ситуация вот развивалась таким образом, как она развивалась. Интенсифицировал. Да, да. Мне сейчас вот в первом приближении, если мы с вами вот в этот режим работы перешли, мне в первом приближении сейчас слышится, что тот человек, о котором вы говорите, стал рупором того коллектива, в котором бродили настроения. То есть сейчас в первом приближении это звучит так, что вы надеялись, что он погасит ситуацию, а кажется, он осознанно или неосознанно для себя стал усилителем, стал проводником какого-то содержания, группового содержания, да. Именно поэтому рупор – это же всегда громко. Проводник – это же всегда… Человек уважаемый, авторитетный и даже он любим коллективом. А рупоры всегда… К его словам прислушиваются. Таких людей выбирают. К ее словам, да. Да, таких людей выбирают на роль рупора. Ну, в смысле, осознанно или неосознанно, да, практически так. Слушай, Маша, Катя, Леша, Петя, иди, тебя послушают, да. Вот я боюсь или еще что-нибудь, меня не послушают, вот тебя послушают. И в какой-то степени договаривались они или нет, я предполагаю, что нет. Вот они делегировали полномочия человеку, о котором вы говорите. Какие-то полномочия, да. Вложили в него, если хотите, да. Вложили в него не только содержательную часть, и, может быть, не столько содержательную часть, сколько вот эту катастрофическую, эмоциональную часть, да. Вот тебе эмоциональная катастрофическая часть, донеси это туда, куда надо, ну, и, может быть, усилий, потому что нас в разрозненном виде не слышат. И, вот как вы говорили, склонность к обобщению какому-то в этом конфликте, добавлю еще немножечко вводных данных, вспомнились все те немногочисленные, надо отметить, конфликтные ситуации, которые вот между нами случились. То есть, все в один котел было свалено. Возвращаясь к вопросу, как устоять, как не заразиться чужими эмоциями? Я думаю, что это некорректно поставленный вопрос. Поясню, почему некорректно. Потому что этот вопрос уводит, ну, не то, что некорректно, я думаю, что там есть еще один вопрос. То есть, как устоять, как не заразиться, это вопрос про глухоту. Я бы поставил, может быть, вопрос, что мне принесли. Ну, то есть, если вы на другой стороне коммуникации, да, что такого я не слышу, что такого мне... Хотя мне кажется, что я слышу, да, я понимаю человека, но что-то заставляет его говорить все громче и громче, и, может быть, по этому усилению громкости, я могу отвязаться от своей мысли, что я его услышал. То есть, может быть, мое предположение, что я его услышал, только для меня подтверждается, а для другой человек видит, что вы его не услышали. И, ну, усиливает громкость. То есть, я бы попробовал этот вопрос задать. Может быть, есть какие-то вопросы, которые стоит задавать в конфликте? Именно, ну, такие инструменты коммуникации. Не знаю, правильно ли я тебя понимаю, или вот правильно ли я слышу тебя, а ты хочешь мне сказать то-то, то-то. Безусловно, эти вопросы стоит задавать. Правильно ли я тебя понимаю? Но ведь недостаточно этого вопроса. Нужно еще и услышать, что ответил человек. Он, например... То есть, это вопрос, что должен сделать. Я эту информацию взял, ту, которую вы мне сообщили, переложил ее на свой язык и вернул. Говорю, я правильно понял? Человек говорит, да, вы меня правильно поняли. Можно двигаться дальше, да? Хотя бы на этом этапе понимания есть. Потому что можно переложить, спросить, я правильно тебя понял, и не услышать ответ. То есть, человек может сказать, нет, вы меня неправильно поняли. Значит, мы остаемся на этой ситуации. Это одна часть. И вторая, но не последняя часть. Конфликты существуют для прояснения, на мой взгляд. Люди конфликтуют не потому, что им все ясно. Я могу конфликтовать не потому, что мне ясна моя позиция. Мне ясно, что мне что-то не нравится во взаимодействии. Но как раз конфликтуя, я выясняю, где моя позиция, где ваша позиция. Поэтому, если вы меня спросите, правильно ли вы меня поняли в чем-то, я могу не сразу ответить, потому что мне самому моя позиция... Ну, конфликт не закончился, мне самому моя позиция еще не ясна. Поэтому продуктивная часть, на мой взгляд, конфликта – это прояснение позиций не только друг для друга, что я вашу для себя, я еще свою для самого себя проясняю. Мне нужно начать говорить, как один хороший профессор говорит, мне нужно начать говорить о чем-то, чтобы понять, что я об этом думаю. То есть я пока об этом не говорю. Мне внутри может казаться, что я про это все понимаю. В мыслях там фантазии все так стройненько, по полочкам. Да, помните, как этот, ну, кто помнит, Киса Воробьянина в «Двенадцати стульях», он все время говорил, что он по-немецки там помнит, или по-французски, да. По-французски он что-то еще мог, а по-немецки он говорит, ну, это я помню, вот каждый раз это я помню, а в итоге, когда нужно было просить деньги на немецком, по-моему, он ни одного слова не сказал. Вот. Это когда подойти бывшему депутату Государственной Думы. Да, я не ел шесть дней. У нас есть звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как к вам можно обращаться? Я, Демитриев Анатолий Алексеевич, пенсионер. Уже двухгодний пенсионер, 86. Да, Анатолий Алексеевич, здравствуйте. И вот как обращаться ко мне, как хотите. Ну, Анатолий Алексеевич, будем обращаться к вам, если вы не возражаете. Нет. С чем позвонили? У меня вопрос вот к этому человеку, который на экране. Так. Что такое психотерапевт? И что такое психиатр? Чем они друг от друга встречаются, чем занимаются? Ну, психоаналитик это, понятно, они анализируются в разной... А вот эти два человека. Спасибо за вопрос. Спасибо, Анатолий Алексеевич, за вопрос. Как говорится, докладываю. Мы будем какие-то вопросы Анатолию Алексеевичу задавать? Я надеюсь, что Анатолий Алексеевич задал вопрос. Это вопрос по существу. Если нужно будет что-то уточнить, Анатолий Алексеевич еще раз нас спросит. Мне очень нравятся конкретные прямые вопросы, тем более, когда на них есть конкретные ответы. Хорошо. И так докладываю. Значит, психиатр и психотерапевт. Сначала то, что их роднит, а потом то, что их различает. Так будет, на мой взгляд, лучше разобраться. И тот, и другой врачи по образованию. Но это то, как это устроено в нашей стране, подчеркиваю, да, по закону. То есть... То есть они должны отучиться полный курс в медицинском институте или университете, да? Да, закончить медицинский университет. Дальше. И тот, и другой проходят специ... Ну, то есть они выходят сначала, например, врачами общей практики, да? Или там врачами лечебного факультета. Дальше они, как и все другие врачи, проходят специализацию. Кто-то хирургом становится, кто-то еще кем-то. Так вот, и тот, и другой сначала проходит специализацию по психиатрии. То есть это общая подготовка врачебная, дальше подготовка по психиатрии. Сразу, не отходя далеко, психиатрия – область знаний о чем? В чем специфика психиатрии? Специфика в том, что это область знаний о норме и патологии психической. То есть психиатры – это те люди, которые, ну, в основном, конечно, излучают патологию. Но для того, чтобы знать патологию, нужно знать, в чем патология отличается от нормы. То есть они изучают и то, и другое. Расстроенную психику, больную психику. Ну, и вынуждены, естественно, изучать здоровую психику. Это врачи-психиатры. И тогда вот психиатрическая экспертиза – это как раз область психиатров. Они устанавливают – человек здоров, да? Дееспособен, недееспособен. Ну, если мы сейчас говорим о психиатрической, это добавляет нам контекстов. Но она в разных совершенно случаях назначается, психиатрическая экспертиза. Она еще бывает иногда психолога, судебная, психолога, психиатрическая, да, и разные специалисты в этом, в зависимости от того, какие задачи. Но возвращаясь, может быть, чтобы не путать. Значит, и тот, и другой психиатр через 3 или 5 лет, я сейчас не владею ситуацией работы психиатром, вот тот врач, который хочет стать психотерапевтом, получает еще одну специализацию. Насколько я помню, 2 года, по-моему, надо отработать с психиатром? Я сейчас не уверен. Ну, какое-то количество лет, просто для меня это было 20 лет назад, я полагаю, что сейчас в законодательстве, в медицине, ну, постоянно меняются какие-то требования. Сколько там сейчас надо, я не возьмусь. Я не думаю, что это категорически важно. Но в любом случае, один из них проходит специализацию, точнее, первичную подготовку по психотерапии и становится психотерапевтом. Это то, что касается образовательной траектории такой. Что значит становиться психотерапевтом? То есть это специалист, который различает норму и патологию, и который в своем лечении психических расстройств в первую очередь и в основном использует психотерапевтические, то есть речевые практики, речевые техники. Это тот доктор, который разговаривает в большей степени со своими... Лечит словом. Лечит словом, да. Психиатр тоже, конечно, разговаривает, и я рад, когда это происходит. Хотя иногда бывает, что люди приходят и говорят, вот со мной доктора не успеют поговорить. Хотя и по-разному бывает. От людей зависит. В общем, врач-психиатр это традиционно человек, который в основном, подчеркиваю, в основном, потому что тут могут быть разные какие-то нюансы, в основном занимается так называемым биологическим лечением, биологической терапией. То есть он назначает медикаментозную терапию, он назначает где-то, где необходимо, может быть, физиотерапию, электросон, еще какие-то процедуры. Тестирование какое-то психиатр назначает вообще? У вас же в диспансере, вы, по-моему, говорили, используется. Ну и тот и другой может назначать тестирование. У нас проводит еще один специалист, медицинский психолог. А чтобы еще ответить Анатолию Алексеевичу, но это тоже важный вопрос, определенные путаницы, психоаналитик, по большому счету, это тоже врач-психотерапевт. То есть психотерапевт – это широкое понятие. Причем сейчас, почему путаница возникает? Сейчас психоаналитиками, например, становятся не только врачи. То есть это могут быть психологи, это могут быть социальные работники, это могут быть философы. Это больше гуманитарная такая профессия получается. Ну вообще врач-психотерапевт – это гуманитарная профессия. Про психоаналитик. Да, врач-психотерапевт – это вообще гуманитарная профессия. И эта особенность профессии уникальная, удивительная особенность. Ну потому что люди состоят, ну как минимум, я уже, по-моему, про это говорил, двумя ногами. Одной ногой в биологии стоят, а другой ногой в культуре. То есть если культурные тенденции на перелом ноги, ну уж извините за это сравнение, не сильно влияют, да? То есть как лечили, может быть, соединением отломков, так и лечат, да? И, в общем, какое-то мнение человека по поводу того, что у него с ногой, не сильно важно. Хотя тоже важно, да? Надеется он на срастание, не надеется, но это такие немножко. Вот. То в... Психиатр, наверное, должен владеть какими-то новинками фармакологии, владеть этой информацией, да? А врач-психотерапевт? По-хорошему тоже должен владеть. Ему в функциональной обязанности, если мы говорим о государственных структурах, тоже вменяется. И правильно, я думаю, знание этих всех фармакологических новинок, потому что те люди, которые к нему приходят, которые очень часто или иногда лечатся и у психиатра, то есть получают медикаменты и у психотерапевта, иногда возникает разговор о препаратах, которые они применяют, о побочных эффектах, о дозировках. Ну, хотя бы быть в курсе того, что в этом смысле происходит, врачу-психотерапевту стоит. Хотя есть часть врачей-психотерапевтов, которые совмещают в себе функции и психиатра, и психотерапевта, то есть они назначают и медикаментозную терапию, и разговаривают. Как, впрочем, бывает и другое. Есть врачи-психиатры, которые вполне замечательно, продуктивно разговаривают со своими пациентами и, по сути, совершают психотерапевтическую работу. Другой вопрос, что врачам-психиатрам ограниченное время на приемы, они просто не успевают это сделать. У нас не так много времени осталось до конца передачи. Если можно, кратко поясните вот это культурное, культурологическое составляющее в работе врача-психотерапевта. Как она проявляется, как вы это используете в работе? Опираетесь ли на это? Безусловно, опираемся. И по общему какому-то мнению, я имею в виду специалистов, все-таки большинство проблем человека, ну, таких болезненных каких-то расстройств, нарушений, они связаны не только и не столько и не всегда в первую очередь с нарушением баланса нейромедиаторов, каких-то гормонов, да, и прочими вещами. Хотя это тоже, безусловно, есть, вот такой биологический вот этот компонент. Но человек всегда каким-то образом осмысливает то, что с ним происходит. Он всегда, это всегда как-то вписано в его картину мира, картину понимания, картину отношений. И это оказывается очень важным, говорить с ним об этом. Как вы это понимаете, что с вами происходит? Как вы это связываете с тем, что происходит в вашей жизни или происходило? И так далее, и так далее. Это, конечно, требует от врачей-психотерапевтов или для врачей-психотерапевтов очень серьезной подготовки не только в медицинском плане, не только в специальную литературу. Изучение истории, изучение философии, изучение лингвистики. Это, в общем, достаточно образованные люди. Я не в ущерб другим специалистам, широким таким спектрам, да. Потому что этим людям нужно понимать и про религии. Может быть, таблетке все равно, в чей организм она попала. В организм христианина или в организм мусульманина или буддиста, да. А слову не все равно. Мы абсолютно в разных каких-то пониманиях, да. И людям тоже это важно, понимать, что они с этой стороны услышаны, да. Услышаны со стороны важных составляющих их жизни. И поэтому врач вынужден в этом разбираться. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо Анатолию Алексеевичу за звонок. Он оживил наш диалог. Время нашей передачи подходит к концу. Смотрите нас каждый вторник в 18.15 на телеканале «Самары ГИС» в прямом эфире. Напомню, телефон в студии 202-11-22. Пишите в сети, задавайте вопросы. Да, спасибо. До свидания. Всего доброго, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok